В календаре много различных, интересных и необычных праздников. И вот в 2000 году латвийские и литовские парламенты решили, что 22 сентября впредь это День Единства Балтов. Что это за праздник и какие его традиции узнаем прямо сейчас. Была совместная битва литовцев и балтов против крестоносцев, где они одержали победу. Тем этим и знаменательный этот день, что вот они своими силами победили войско, которое было больше и технологически развито всякими там доспехами, оружием и так далее. Поводом для появления этого молодого праздника стали старые события. 22 сентября произошла известная битва при Сауле. Вот только до сих пор историки гадают, происходили эти события в латвийском местечке Вет Сауле или все-таки в литовском Шауляе. Корни нашего языка общие, наши земли, лес такой же самый, как и в Латвии, так и в Литве. Думаю, что это главные корни, это что держит нас вместе. Описывается, что битва при Сауле происходила на болоте. Балты в итоге в меньшинстве сумели не просто выстоять, но и разгромить целый орден меченосцев. Что вас привлекает в истории в том времени, в средних веках? То, что это происходило здесь, когда говорят о каких-то викингах, представляют себе Скандинавию. Но что на самом деле происходило тоже все тут. И у людей была своя культура, и то, как они жили. И мы этим гордимся. А вот и один из элементов защиты – щит. Похоже, использовали в средневековых боях на территории современной Латвии. Но на сегодняшнем празднике соревнования следующие. Как можно дольше продержать далеко не самый легкий щит на вытянутой руке. Вам не хочется сдаться? Хоже, вы хотите меня исключить из борьбы, отвлекая меня. Как вы себя чувствуете? Левыске. Но, пожалуй, хватит игр. Вот он, настоящий бой в полной амуниции. В то время, в средние века, рыцари выглядели примерно так. Вся амуниция весила не меньше 20 килограммов. Так что о свободе движений и легкости тут говорить не приходится. Интересно, захватывающе и немного больно. Почему ты так сильно бил своего коллегу? К сожалению, травм – это часть того, чем мы занимаемся. Бывает. После таких изнурительных боев самое время подкрепиться. А ведь именно в средние века был заложен своего рода фундамент для современной европейской кухни. Какая она, средневековая диета? Картофеля в ней не было очень долгое время. Он появился намного позже. В основном это были собственноручно выращенные овощи и то, что приносили с охоты. Стритфуда тогда не было? К сожалению, не было. Гаттес два года занимается тем, что на территории нашей страны ищет древние городища. Это места, где много веков назад проживали древние племена латгалов, земгалов, куршей и ливов. Со школьного возраста любил там читать исторические романы и все такое. Но сейчас это похоже на модное явление геокетчинг. Когда надо искать какие-то затерянные места в лесу. Когда ты еще можешь все это визуализировать и потом искать материалы в музеях. И ты находишь, что да, там был же исторический центр. Ну, нашим энтузиастам тоже как бы посчастливилось. Некоторым мне тоже удалось открыть новое городище. Сегодня, в 21 веке, Балты, литовцы и латыши до сих пор едины. Как раз сейчас, в наше время, Балты более едины, чем были раньше. Например, в 12-12 век это единство было не такое. Каждый дрался за себя. Когда было выгодно, дрались вместе. Когда было выгодно, дрались между собой. Так было. А сейчас мы вместе.